Состоялась торжественная презентация 14-го выпуска справочного издания «Наследник Дальний Восток». Новую книгу посвятили истории развития всего восточного региона. Я держу в руках 14-е издание «Наследник Дальний Восток». История справочника надогранна. 14 лет назад стартовал проект «Наследники» для детей-владельцев бизнеса, цель которого – формирование семейных ценностей, любовь и уважение к труду родителей. И мы стартовали проект «Наследники» – справочное издание для бизнес-мам, бизнес-спам, которое переросло в уникальный проект в книгу, практически книгу жизни «Наследник Дальний Восток». И каждый год мы проводим прием для рекламодателей, которые поддерживают этот проект в рамках формирования позитивного имиджа Дальнего Востока. Международный молодежный клуб «Наследники» начал свою работу в 2007 году. Этот проект для детей, родители которых напрямую занимаются управлением бизнесом, являются собственниками и руководителями предприятий. Ведь очень многие не знают историю Дальнего Востока, не знают о том, в каких местах можно побывать на Дальнем Востоке. И сегодня наш прием рекламодателей ежегодный, который мы обычно проводим в формате бокал вина, вкусная еда дальневосточная, мы еще решили провести в формате лектория, где мы расскажем о том, как, продвигая свою компанию, не забывать упоминать, что мы дальневосточники. Оформленная в стиле Forbes РБК книга напоминает нам о том, что на Дальнем Востоке следят за мировыми трендами. Именно поэтому организаторы мероприятия приняли решение провести лекторий «Бизнес-тренд-2021», где гости смогли узнать о самых актуальных методах продвижения своего бизнеса от ведущих экспертов. Тот формат, который сегодня предложила Инесса Альбертовна, я считаю, что он крайне необходим и очень важен в наше время. Потому что рекламодателям сегодня очень сложно разобраться в этом море потоки информации, тех ресурсов, средств массовой информации, которые сегодня предлагает рынок. Это очень сложно. Поэтому сегодня, я думаю, та информация, которую здесь получат все присутствующие, она будет им очень необходима и востребована. Разработка бренда, маркетинговые стратегии, позиционирование и оперативное внедрение изменений – все это является неотъемлемой частью жизни для современных предпринимателей. Дело каждого из них уникально, а значит и подход к руководству бизнесом должен быть соответствующим. В частности, наш медиахолдинг, он тоже уникальный по сути. Потому что мы для наших рекламодателей можем предложить то, что не может предложить никто. Потому что имеем в составе своего медиахолдинга и печатные ресурсы – это газета «Владивосток», газета «Семь дней», журнал «Сады и огороды Приморья». Это телевидение «Восьмой канал», это две радиостанции «Лема ВВС», плюс еще информагентство и, конечно, большое количество соцсетей. Секрет успеха не в том, чтобы заучить правила, а в том, чтобы постоянно держать руку на пульсе, зная, что диктует время. Екатерина Зверева, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом. Вот.